Кванты Нет, мне ничего не надо от тебя, нет, халявы не хочу я, тенью надвоем мелькнув в пути. Полный курс квантов пройти, списать, не поднимая глаз, чтоб сдать хотя бы в этот раз. Пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы. Декан Я точно знаю, вы на свете есть, и все, о чем прошу я, сессию продлить и допуск получить, чтоб снова мне кванты учить. Списать Итак, у нас лекция «Состояние частицы со спином 1-2». Мы с вами договорились о том, что если есть некоторая область пространства, где в некотором направлении, которое будет задаваться осью Z, задан градиент магнитного поля, ДБЗ по ДЗ больше нуля, то все электроны мира делятся на две группы. Они пролетая через эту область, либо сюда заворачивают, либо сюда. И эти мы называли электронами, находящимися в состоянии плюс, а эти электроны, находящимися в состоянии минус. Так устроен мир. При этом мы будем рассматривать очень теоретизированный прибор Штерна-Герлаха. Настоящий прибор, он вот сюда, не такой же, как сюда. А у нас он будет по Х и У абсолютно симметричный. Такое пространство, где вот сюда они не сходятся бы, а так они здесь везде одинаковые. Поэтому у нас оси Х и У вообще никак не выделены. А вот ось Z выделены, а как раз вдоль Z направлен градиент магнитного поля. И мы договорились с вами, что если мы теперь повернем, скажем, мы отфильтровали частицы со знаком плюс, и мы пропускаем их через следующий прибор Штерна-Герлаха, и нас интересует, а что будет, если мы этот прибор повернем относительно вот этого направления. Как-нибудь повернем. Поскольку если бы сейчас градиент магнитного поля смотрел сюда, наши частицы все бы отклонились только сюда. А здесь они все отклоняются вниз, а вот если мы его как-то поворачиваем, они ведут себя как-то хитрым образом. Некоторые отклоняются по, некоторые против магнитного поля. Вот теперь с этим надо разобраться. Мы с вами договорились, что все равно, что крутить прибор Штерна-Герлаха, или мир вместе с электронами относительно прибора Штерна-Герлаха. Поэтому если мы сейчас имели частицы в состоянии, скажем, плюс, и повернули мир вместе с этими частицами на угол φ, то в результате действия такого оператора поворота на состояние плюс получилось какое-то новое спиновое состояние С. Но поскольку у нас в базе состоит лишь только двух состояний, плюс и минус, это спиновое состояние С можно всегда разложить по базисным векторам и написать, что после любого поворота у нас получается С плюс на плюс, плюс С минус на минус, где С это квантовые механические амплитуды. Понятен их смысл. Если мы теперь сосчитаем после поворота на угол φ то, что получилось скалярно умножим на плюс, мы с вами получим амплитуду вероятности того, что после поворота мира на угол φ состояние плюс осталось в состоянии плюс. Это за одной стороны. А с другой стороны, если сейчас это умножить на плюс, мы получим с вами плюс С плюс плюс, плюс плюс С минус минус. Но поскольку С плюс и С минус амплитуды это числа, эти числа можно пронести через наши скобочки, и у нас получится С плюс, а здесь будет плюс плюс. Плюс С минус, а здесь будет плюс минус. Эта штука равна единице, эта штука равна нулю, поэтому это будет С плюс. Ну и тогда вероятность того, что после поворота на угол φ состояние плюс останется в состоянии плюс, то есть частица по-прежнему отклонится в сторону градиента магнитного поля, вероятность этого есть С плюс квадрат. А то, что она превратится в состояние минус, вероятность будет С минус квадрат. Вот теперь нам надо уметь считать такие маточные элементы. И мы с вами договорились, что любой поворот в пространстве можно представить совокупностью нескольких вращений вокруг оси z на угол φ, а также вращений вокруг оси y на плюс-минус при пополам. Если мы будем знать, что происходит со спиновыми состояниями при таких и таких вращениях, мы будем знать все. И вот эту сейчас программу мы попробуем реализовать. Поэтому первый вопрос – повороты вокруг оси z. Меня интересует, что будет с нашими базисными состояниями плюс-минус, если мы повернем мир вокруг оси z на какой-то угол φ. Естественно, меня интересует, что будет в результате вращения вокруг оси z на угол φ с частицей в состоянии плюс. Но посмотрите, если мы крутим вокруг оси z, то само направление оси z не меняется. И это значит, что если частица летела вдоль магнитного поля, она так и полетит вдоль магнитного поля. Физически вообще ничего не изменилось. И после поворота мира вокруг оси z состояние плюс с вероятностью 100% должно остаться состоянием плюс. Поэтому первое, что приходит в голову, что должно получиться просто плюс. Однако это не совсем так. Для того, чтобы вероятность равнялась единице, надо, чтобы мы возводили в квадрат по модулу величину комплексного числа модуль, который равен единице. Но вот если я здесь домножу на е в степени и какой-нибудь альфа от φ, то, согласитесь, ничего не изменится. Потому что квадрат модуля такого числа е в степени и альфа от φ будет равен единице. Давайте в честь того, что мы крутим состояние плюс, мы здесь поставим индекс плюс. Точно так же, если мы повернем вокруг оси z, мир с частицей в состоянии минус, она со стопроцентной вероятностью должна остаться в состоянии минус. Но при этом, в принципе, у нас состояние может домножиться на какой-то множитель е в степени и альфа минус. И альфа минус, в принципе, может зависеть от φ. Понятно, что если теперь нас заинтересует вероятность найти все в состоянии плюс, мы умножим это на плюс. В результате получится плюс на плюс единице е в степени и лямбда плюс φ. А когда возведем в квадрат по модулю, мы получим идиницу. Поэтому так. Теперь смотрите, что можно сделать. Можно здесь написать так. Е в степени и лямбда плюс плюс лямбда минус пополам. на е в степени и лямбда плюс минус лямбда минус пополам на плюс. Согласитесь, я ничего не изменю. У меня все равно осталось и лямбда плюс на плюс. А здесь можно написать е в степени и лямбда плюс плюс лямбда минус пополам на е в степени и лямбда плюс минус лямбда минус пополам на минус. Перемножьте, вы увидите, что я ничего не изменю. Но теперь обратите внимание, что наш мир двумерен. В базисе есть только состояние плюс и только состояние минусе. И состояние плюс, и состояние минус умножились на один и тот же фазовый множитель. Но помните, мы с вами говорили, что квантовая механика инвариантно относительно умножения всех мыслимых состояний на один и тот же фазовый множитель. Поскольку мы оба базисных состояния домножили на один и тот же фазовый множитель, а все другие состояния, это не более чем линейные комбинации этого базиса, то умножение на один и тот же фазовый множитель ничего не меняет, и поэтому это умножение можно опустить. Эти множители можно просто вычеркнуть. И тогда, если я обозначил лямбда плюс минус лямбда минус пополам, как просто лямбда от фи, просто ведем такое обозначение, у нас с вами получится, что поворот вокруг оси z спинового состояния плюс домножает его на е в степени и лямбда фи, оставляя состоянием плюс, и поворот вокруг оси z в состоянии минус домножает его на е в степени минус и лямбда фи, оставляя состоянием минус. Можно считать, что так происходит? Это был поворот вокруг оси z, надо было подробнее написать. На угол фи. И здесь был поворот вокруг оси z на угол фи. А вот теперь начнутся следующие чудеса. А давайте мы состояние плюс повернем вокруг оси z на угол фи 1 плюс фи 2. С одной стороны, у нас состояние плюс должно остаться состоянием плюс, домножившись на е в степени и лямбда от фи 1 плюс фи 2. А с другой стороны, повернуть на угол фи 1 плюс фи 2, это то же самое, что сперва повернуть на угол фи 1, а потом повернуть на угол фи 2. Но если состояние плюс я поворачиваю на угол фи 1, я получу пока еще не использованный оператор вращения на угол фи 2, а здесь будет е в степени и лямбда от фи 1. И состояние плюс останется состоянием плюс. Число можно принести через оператор. Будет е в степени и лямбда от фи 1. И мы получим дальше оператор вращения на фи 2, действующий на состояние плюс. Но действие такого оператора плюс составляет плюсом, умножая его на е в степени и лямбда фи 2. Поэтому у нас будет е в степени и лямбда от фи 1 на е в степени и лямбда от фи 2 на состояние плюс. Господа, с минусом будет то же самое. Только если минус, то тогда здесь перед лямбдом что будет стоять везде? Минус. А теперь давайте посмотрим на начало равенства и на конец равенства. Оказывается, у нас получилось, что е в степени и лямбда от фи 1 плюс фи 2 равняется е в степени и лямбда от фи 1. Фи 1 плюс лямбда от фи 1 плюс фи 2. Опа. А, наверное, это означает, что функция лямбда должна обладать свойством таким, что лямбда от фи 1 плюс фи 2 должно равняться лямбда от фи 1 плюс лямбда от фи 2. Какие же это функции обладают таким свойством, что функция от суммы равна сумме функций? Линейная измена. Поэтому этот фокус пройдет в том случае, если лямбда от фи, это просто m умножить лямбда. Где m какое-то число. Таким образом, теперь поворот вокруг оси z на угол фи состояние плюс превращает его в состояние е в степени и m фи, оставляя состояние плюс. А поворот вокруг оси z на угол фи состояние минус превращает его в е в степени минус и m фи, оставляя состояние минус. Это почти победа. Осталось угадать, чему должно равняться число m. Мы хотели найти, чему равняется оператор поворота от суммы двух углов? И для этого мы решили посмотреть, чему равняется произведение операторов? Мы получили, что оператор поворота, действуя на плюс и минус, должен домножать плюс и минус на какую-то функцию от фи. Теперь надо узнать, что это за функция. Теперь я воспользовался хорошо известным свойством нашего мира. Например, что повернуть что-то на такой угол можно делать впоследствии. Сперва повернуть на часть угла, а потом на часть другого. Это на самом деле, конечно, экспериментальный факт. Наш мир так устроен. Что при поворотах углы складываются. Углы аддитивны. Если мы крутим вокруг одной какой-то айси. Вот я этим воспользуюсь. И тогда мне ничего не остается предположить, что функция альфа лямбда от фи есть m умножить на фи, где m некоторое число. Осталось угадать, какое должно быть число. Если чуть-чуть пофантазировать, первое, что приходит в голову, что m должно равняться единице. Знаете почему? Потому что есть еще одно важнейшее свойство нашего мира. Вращение на 360 градусов ничего не меняет. Если я возьму m равное единице, вот тогда поворот вокруг оси z на угол 2π состояние плюс. Домножат его на e в степени i 2π, оставив состояние плюс. Но e в степени 2π, это сколько? Это единиц. Это очень хорошо. Тогда при вращении на 360 градусов состояние плюс вообще не изменилось. Заметьте, что с состоянием минус получится то же самое. Вращение вокруг оси z на 2π состояние минус. Домножат его на e в степени минус 2π. Но e в степени минус 2π, это тоже единица. И поэтому мы получаем минус. Ура! Мы угадали, что m должно равняться единице. Господа, это неправильно. m не может равняться единице. Давайте повернем на 180 градусов. Поворот вокруг оси z на угол π состояние плюс. Умножат его на e в степени iπ, оставив плюсов. Но e в степени iπ, это сколько? Это минус единица. Ну вот у нас единичная окружность. Вот эта единица, это минус единица. Если мы повернем на π, мы попадем в минус единицу. Поэтому получится минус 1 на плюс. А если мы повернем вокруг оси z на угол π состояние минус, то оно умножится на e в степени минус и π, оставшись минусом. Но скажите, пожалуйста, а e в степени минус и π, это что такое? Это снова минус единица. Вот так же можно. Черт, оказывается, при повороте на угол π, оба состояния умножились на один и тот же фазовый множитель. А умножение обоих фазовых, обоих состояний, базисных состояний на один и тот же фазовый множитель, мир квантовой механики не меняет. Поэтому получается, что если мы повернули мир на 180 градусов, мир не изменился, господа, это не так. Поворот нашего мира на 180 градусов что-то должен менять. Поэтому мы ошиблись. n надо взять равным одной второй. Тогда посмотрите. В поворот вокруг оси z на угол 2π хоть состояние плюс, хоть состояние минус. Я сразу напишу. Домножить это на е в степени плюс-минус и 2π делить на 2π. Оставив плюсом или минусом. Но е в степени плюс-минус и π, это в обоих случаях минус 1. А умножение и плюс и минус на 1 и тот же множитель минус 1 ничего не меняет. А вот зато если мы теперь повернем вокруг оси z на π состояние плюс, мы получим с вами е в степени и π пополам состояние плюс. А вращение вокруг оси z на угол π состояние минус даст нам е в степени минус и π пополам состояние минус. Но извините, это плюс и на плюс. А это минус и на минус. Теперь в превращении на π на 180 градусов у нас получается разное состояние. И так будет превращение на любой угол меньше, чем 2π. А вот при превращении на 2π у нас состояние оба домножится на минус 1, а это значит, что они никак не изменились. Таким образом, господа, для электрона из-за того, что у него есть два базисных состояния, мы вынуждены считать, что m равняется 1 в 2. В честь этого принято говорить, что спин электрона равен 1 в 2. Вот отсюда и рождается утверждение, что электрона спин половинка. Теперь давайте сделаем еще одно переобозначение. Поскольку у нас состояние имеет базис только 2 состояния, давайте состояние плюс будем еще обозначать так, 1, 0. А состояние минус, как мы будем обозначать? 0, 1. 0, 1. Ну, можно по-разному обозначать верхний базис. Тогда оператор вращения вокруг оси Z на угол φ, действуя на состояние 1, 0, домножает его на E в степени I, φ пополам, оставляя его состоянием 1, 0. А оператор вращения вокруг оси Z на угол φ, состояние 0, 1, домножает его на E в степени минус I, φ пополам, оставляя состоянием 0, 1. Кстати, господа, состояние 1, 0 и 0, 1 – это собственные состояния оператора вращения. А E в степени I, φ пополам, и E в степени минус I, φ пополам – это собственные числа оператора вращения вокруг оси Z на угол φ. Но если мы перешли к такому базису, то оператор вращения R, Z на угол φ, я так напишу, с индексами I, J, можно записать в виде матрицы. Смотрите, чтобы из 1, 0 получалось 1, 0, умноженное на E в степени I, φ пополам, надо взять матрицу, где здесь стоит E в степени I, φ пополам, а здесь стоит 0. А чтобы второе равенство проходило, здесь надо поставить 0, а здесь E в степени минус I, φ пополам. Проверьте, если вы подействуете такой матрицей на такой столбец, вы получите E, а если подействуете такой матрицей на такой столбец, вы получите E. О, господа, оказывается, оператор вращения можно записать в виде матрицы 2 на угол. Ну и в чем? Наши пространства двумерны, поэтому 2 на угол. И мы теперь знаем, как выглядит матрица оператора вращения вокруг оси Z. Друзья мои, нам осталось совсем немножко. Оператор вращения по I и коже? На плюс, минус, пи пополам. Если мы будем знать, как выглядит матрица вращения вокруг оси Y, на плюс, минус, пи пополам, мы будем знать все. И тогда любые повороты в пространстве сведутся к чему? К перемножению матрицы. К перемножению матрицы. К перемножению матрицы. К перемножению матрицы. Субтитры создавал DimaTorzok